Я бы хотел еще, вы знаете, что добавить, для чего мы все это дело-то придумали, зачем мы это все начинаем. Дело в том, что Елена Тимофеевна рассказывала вам о соционике. Дело в том, что всевозможных типологизаций в психологии даже не тысячи. Речь идет, наверное, о десятках тысяч видов, способов навесить ярлыки на людей, определить их какие-то типы разными методами. И, ну, наверное, каждый психолог, методолог считает своим долгом придумать какую-нибудь новую методику определения типажа человека, кривой, косой, зеленый, красный, там, глазастый, не глазастый и так далее. И в этом вале вот таких вот интеллектуальных наработок, назовем так, это соционика выделяется совсем другим. Я хочу обратить внимание наших зрителей. Мы, конечно же, сегодня попытаемся определить именно психотип человека, который к нам придет. И это будет уже очень полезно и очень интересно. Потому что мы сможем благодаря этому дать человеку знания о его сильных сторонах и, возможно, слабых, о которых он, ну, может быть, догадывается, а может быть, и не знает, где эти подводные камни могут быть. Но у соционики есть другое преимущество, другое важное отличие. Вы, наверное, знаете, что вот эти функции соционические, сенсорика, интуиция, мы будем сегодня говорить, там, этика, логика, они были придуманы задолго до Аушры, еще Карлом Густавом Юнгом, и, тем не менее, соционика обрела совершенно, вдохнула новую жизнь. Дело в том, что соционика позволяет вычислить не только себя и свой тип, а сделать самое, на мой взгляд, главное. Это просчитать интертипные отношения с другими соционическими типами. Вот, вот, вот. Позвольте я на секундочку, Сергей Игоревич, вот в эту тему вопрос нам Юлиана написала, как раз этот ее вопрос, он в эту тему, которую вы сейчас поднимаете, конечно, подробнее расскажете. Она спрашивает, если всю жизнь так и не встретился мужчина, с которым была бы духовная совместимость, стоит ли принуждать себя и связывать свою жизнь со случайным человеком, так как очень тяжело одной. Вот что бы соционика сказала для Юлианы? Вы знаете, вопрос на самом деле над соционический. Это, ну, как бы путь человека, и, возможно, кармически многие определены скиллы, которые вы должны получить. Может быть, вам на роду написано ткнуться с усалами, извините, домой французский, в какой-то неприятный, неподходящий для вас тип, набить шишек, залезать раны и открыть новое знание. Я поэтому так бы сюда вот на этот вопрос однозначно не сказал. Но соционика – это удивительный инструмент, который позволяет избегать проблемных связей. Понимаете? Избегать. Это очень важный момент.